Добрый вечер, добрый вечер, спасибо, что присоединились к нам. Добрый вечер. Слышно ли нас? Ну, вроде должно быть видно, но, наверное, должно быть и слышно, да? Мы сегодня поговорим об отложенном материнстве, мы будем говорить о том, что это осознанный выбор, и что нужно об этом знать. Меня зовут Мангалова Анастасия, я репродуктолог. Меня зовут Данилова Наталья, я тоже врач-репродуктолог, и мы расскажем об этой интересной теме. И все-таки, что же такое отложенное материнство? Я пыталась найти где-то определение, которое будет всеобъемлющим, но на самом деле найти его не смогла, поэтому постаралась сформулировать его самостоятельно. И я считаю, что это возможность сознательно реализовать свой репродуктивный потенциал с помощью ВРТ в более зрелом возрасте. Объясню, почему вообще для того, чтобы реализовать свой репродуктивный потенциал в более зрелом возрасте, нужно что-то предпринимать на более ранних этапах. Все связано с тем, что авариальный запас женщины складывается еще во время внутриробного развития. И в течение жизни наши яйцеклетки претерпевают все события, все внешние факторы, которые переживаем мы, наши яйцеклетки переживают тоже. Соответственно, чем дольше они живут, тем больше они повреждаются. Чем старше мы становимся, тем меньше у нас остается яйцеклеток, тем хуже становится их качество. В отличие от ферматогенеза, который происходит постоянно. Доктор Гугл мне попробовал подсказать и сказал, что под отложенным материнством подразумевается комплекс мероприятий, который позволяет отодвинуть это рождение на более позднее время, при этом не теряя в качестве яйцеклеток. Видите, он подчеркивает, что качество яйцеклеток – это то, что действительно теряется с возрастом. Количество может оставаться достаточно высоким, но качество мы сохранить, к сожалению, не можем. Если мы говорим об отложенном материнстве, то мы можем разделить его на две большие группы. Мы можем говорить об отложенном материнстве по медицинским показаниям и по немедицинским. По медицинским мы будем говорить, если у нас предстоит какое-то лечение, которое может оказаться гонадотоксичным, это, например, в программах, касающихся онкопертильности. Если есть какие-то онкологические заболевания, то перед их лечением обычно рекомендуется заморозить женщинам репродуктивного возраста свои яйцеклетки, если их репродуктивный потенциал еще не реализован. То же самое касается хирургического вмешательства на органах малого таза, особенно если это связано с эндометриозом. А есть ли немедицинские показания? И сегодня в большей степени мы говорим о них, о сошел-фризинге. Немедицинские показания – это социальные потребности, которые мы можем удовлетворять. То есть мы можем получать образование, защищать кандидатские, докторские, путешествовать, добиваться каких-то высот, покорение гор, покорение мира. Если вы спортсменки, вы можете занимать призовые места на больших соревнованиях. Если вы актрисы, модели, вы можете тоже не отодвигать свою карьеру, точнее не жертвовать ей, а реализовывать себя в этом плане и потом уже приступать к дедорождению. Либо сошел-фризинг, если у нас нет партнера, и мы понимаем, что хотели бы заводить ребенка, будучи в отношениях. Мне очень понравилось то, как сформулировано на сайте одной из клиник Сингапура, спасибо доктору за ссылку, то кому показана данная программа. Если мы будем об этом говорить, возрастные периоды я обозначила достаточно размыто, более подробно об этом расскажем позже. Мне больше нравится то, какие здесь утверждения используются. Здесь написано, что я хочу родить ребенка, но пока не готова. И это нормальная ситуация, потому что пока мы заканчиваем образование, пока находим себя в карьере, пока устаканиваемся где-то в месте обитания, в стране обитания, в которой мы хотим дальше реализовываться, мы можем быть не готовы стать родителями на этом этапе. Мы можем быть сосредоточены на каких-то дополнительных своих делах и амбициях. Мы можем сталкиваться с какими-то заболеваниями, о которых я уже говорила раньше. Или мы можем просто не иметь партнера, с которым согласны сейчас и будучи в этих отношениях, может быть, позже, но не сейчас заводить ребенка. И два утверждения, которых я выделила курсивом, что я не уверена, хочу ли я на самом деле иметь детей, но я хочу сохранить за собой возможность выбора. И на самом деле это очень важно, потому что не знать, хочу я детей или нет, тоже на самом деле нормально. Проблема случается тогда, когда все-таки приходит решение, что детей я хочу, женщина приходит в клинику ЭКО, и оказывается, что со своими яйцеклетками мы ничего ей предложить уже не можем. Женщина прекрасная, женщина много в жизни добившаяся, женщина, которая слабо захочет соглашаться на донорские материалы, но, к сожалению, мы ничего ей больше предложить не можем. Гинекологически она может быть абсолютно здоровой, у нее может быть прекрасный резерв, но, к сожалению, качество яйцеклеток в определенном возрасте оставляет желать лучшего. И также стоит отметить, что сейчас возраст планирования даже первого ребенка достаточно зрелый. Если мы говорим о том, что рекомендации, если мы хотим больше одного ребенка, значит, надо начать рожать 25, если хотим больше одного ребенка, то в 30, если больше двух, то рожать 25, то можно столкнуться с такой ситуацией, что, да, действительно, первого ребенка я хотела бы зачать и родить в 30-35, а вот второго и третьего уже когда-то попозже, когда, вероятно, могут какие-то проблемы с вертильностью все-таки у нас образоваться. Поэтому на самом деле эта программа «Социальные заморозки яйцеклеток» она показана очень большому пласту населения, и многим женщинам стоит об этом знать раньше, чем они придут и окажутся, что с их клетками мы работать уже не можем. Спасибо, Анастасия Дмитриевна. Вы очень подробно рассказали о том, кому показана эта программа, о том, что она вообще существует. Хочу продолжить. Уже Анастасия Дмитриевна рассказала в особенностях репродуктивной системы женщины, почему вообще такая программа есть, и она действительно помогает нам реализовать свой репродуктивный потенциал практически в любом возрасте, потому что ключевыми моментами, которые влияют на вертильность женщины, это все-таки возраст. Это качество яйцеклеток и количество. К сожалению, так происходит с возрастом, что после определенного периода, после 30 лет, начинается естественное старение организма и естественное снижение репродуктивной функции. Снижается и количество, и качество яйцеклеток. Здесь показана очень наглядно вообще способность женщины к репродукции, то, какая она есть у здоровой женщины. Это данные Американского общества репродуктивной медицины, наиболее авторитетного в области репродукции. Мы видим, что в возрасте 25 лет и моложе шансы на естественную беременность в каждом менструальном цикле у условно здоровых партнеров составляют не более 25%. И дальше, после 30 лет, этот показатель начинает резко снижаться. То есть к 40 годам мы имеем не более 5%. Сейчас наш уровень жизни действительно такой, что часто все это мы откладываем, мы реализуем себя, карьеру и так далее. И к деторождению мы приходим намного позже. К сожалению, биологические часы очень сложно обмануть. И это счастье, что сейчас уровень развития вспомогательных репродуктивных технологий позволяет нам иметь такую возможность сохранить свои шансы репродукции на будущее. Здесь очень наглядно, мне очень нравится этот слайд, и он очень точно отражает то, что происходит с яйцеклетками. То есть очень сложно бывает пациенткам на приеме объяснить, почему же не так, что не так. Потому что и в 40 лет сейчас женщины выглядят, часто и в отрасли определить невозможно. Она молодая, красивая, у нее прекрасная карьера, у нее все реализовано в жизни, но беременность не наступает. Почему так происходит? Это связано именно с тем, что, Анастасия Дмитриевна сказала уже, накапливаются генетические ошибки, накапливаются хромосомные дефекты, которые не позволяют просто иметь возможность дать развитие здоровому эмбриону. При этом в возрасте до 30 лет уже есть определенное количество нездоровых яйцеклеток. То есть здоровых яйцеклеток порядка 25-30%. И репаративные функции, которые есть в яйцеклетках, они позволяют их нивелировать. То есть есть механизмы, которые позволяют какие-то дефекты убирать. Но, к сожалению, после 30 лет вот этот процент нездоровых яйцеклеток, он начинает резко увеличиваться. Мы не можем сказать точно, как быстро это произойдет. То есть все индивидуально, у каждой женщины эти процессы происходят по-своему. Но эта тенденция, она уже доказана. Это анализ проведен на многочисленных уже исследованиях, которые проведены за последние десятилетия в разных клиниках мира. И мы видим, что в возрасте после 35 лет мы имеем резкое снижение количества здоровых яйцеклеток. То есть в 40 лет их менее 8%. Естественно, то есть фертильность женщины, она резко снижается. Поэтому далее логичный идет вопрос от пациентов, когда же лучше, есть ли какое-то идеальное время для заморозки яйцеклеток. Здесь проведено одно из хороших исследований, которое тоже выделило, то есть было сравнение эффективности заморозки яйцеклеток в разные возрастные периоды, когда же оптимально это делать. И вот наиболее оптимальный возраст – это 30-35 лет. Мы можем иметь также в виду, что действительно бывает, что к этому возрасту не все знают об этой процедуре. И в 37-38 лет пациенты обращаются, спрашивают, а можно уже или уже поздно. Конкретно в данном исследовании был проведен клинико-экономический анализ, который показал, что если мы сравниваем без действия, то есть в данной возрастной группе, и все-таки заморозку яйцеклеток в этом возрасте, то лучше все-таки морозить. То есть эффективность будет намного выше. Если мы будем, допустим, в течение 5-7 последующих лет, мы используем эти яйцеклетки, чем пациентка придет в 42-43 года и будет пытаться со своими яйцеклетками получить беременность. Поэтому, наверное, нижние границы мы обозначаем до 30 лет, возможно. Но так 30-35 лет – это оптимальное время, когда стоит задуматься о креоконсервации яйцеклеток, если в данный момент вопрос рождения ребенка он не стоит, но мы эту возможность для себя распатриваем в будущем. Верхняя граница – это, наверное, 37-38 лет. Да, в некоторых странах есть ограничения, ну и при этом до 40 лет тоже разрешается такая программа, как social freezing. Мы не говорим про медицинские показания, но все-таки оптимальное, наверное, верхняя граница – это 37-38. То есть здесь фраза тоже из одного из исследований. То есть мы не можем остановить свои биологические часы, но мы можем их заморозить, затормозить, потому что замороженные яйцеклетки, они не стареют, они сохраняются в том виде, в котором мы их заморозили в молодом возрасте. Сколько яйцеклеток нужно морозить? Это действительно очень хороший вопрос. Это тот вопрос, который всегда задается на приемах. Здесь мы видим, приведены разные цифры. Конкретно оптимальное количество яйцеклеток, которое необходимо для рождения одного ребенка с максимально высокой вероятностью не менее 70%. Эти цифры были уже сделаны на основании той статистики, которую удалось получить в нашей клинике. Мы проанализировали те программы, которые уже проводим несколько лет, и они абсолютно коррелируют и подтверждаются международной статистикой. То есть это тоже крупные исследования. Расскажу подробнее. То есть до 30 лет сколько клеток оптимально? То есть это порядка 12 клеток, то есть не менее 12 клеток. Здесь вот на картинке с цветными квадратиками очень хорошо видно. То есть цветом обозначена как раз-таки вероятность рождения ребенка в разных возрастных группах с акцентом именно на авариальный резерв. Это очень наглядно. Это то, чего все-таки зависит. То есть у нас есть качество, есть количество. Соответственно, для того, чтобы нам достичь разные возрастные периоды эффективности рождения ребенка нужно определенное количество яйцеклеток. То есть до 35 лет, до 30 лет оптимально как раз-таки порядка 12 яйцеклеток больше, всегда лучше. Но не менее 12 – это хорошо. 30-35 лет – порядка 15. То есть тоже здесь, в принципе, те же самые цифры. А вот после 35 лет уже не менее 20 клеток. То есть чем старше, то есть мы видим тоже возраст 41-42 года, старше 42 лет. Если вот морозить яйцеклетки уже в этом возрасте, то есть даже нет цвета. То есть, соответственно, вероятность того, что мы получим здоровую яйцеклетку, здоровый эмбрион на рождение ребенка, она крайне низкая. То есть это менее 2%. То есть все очень-очень грустно. Именно поэтому мы говорим о том, что верхняя граница все-таки, наверное, это 38-37-38 лет. Здесь тоже одно из исследований, в принципе, тоже достаточно неплохое. И мы видим здесь графики. Подтверждает все то же самое, о чем мы смогли у себя создать статистику. Мы видим здесь тоже. То есть в отрасе до 30 лет оптимально 12. Старше 30-35-15. И после 35 лет 20 яйцеклеток. То есть это тот минимум, который, в принципе, оптимально и хотелось бы достичь. Понятно, что ситуации индивидуальны. И бывают разные изначально входящие данные и так далее. И лучше иметь хоть что-то, чем ничего. Но здесь у нас как бы больше информационное мероприятие. И мы хотим рассказать о том, как хотелось бы, да, потому что, к сожалению, в России об программах отложенных материнства, ну, крайне-крайне низкая информированность населения, да. И это очень грустно, потому что, дальше у себя вот в блоге я недавно опубликовала, и пациенты прям очень с грустью сообщают о том, что кто бы мне сказал об этом 10 лет назад. И это очень печально, потому что к нам они попадают уже после прохождения разных-разных врачей, гинекологов и так далее. И никто, к сожалению, об этом не говорит. С чего начать, расскажет Анастасия. Спасибо. Да, ну, у каждого действия, у каждого процесса есть где-то начало и есть где-то логический конец. Вот. И, собственно, с чего начать. Ну, на самом деле, начать нужно сначала, нужно посетить консультацию репродуктолога. Для чего? Это нужно сделать для того, чтобы понять вообще целесообразность действия, которые мы запланировали. Да, потому что бывает, что приходит девушка, и даже прекрасно подходящая по возрасту, например, для проведения программы отложенного материнства, но с крайне низким резервом, да. И мы понимаем, что мы можем по одной, максимум по три клетки получать у неё в каждом цикле. То есть, чтобы собрать ей 12 гипотетически зрелых клеток, нужно целый год постараться ходить в клинику каждый цикл. И вряд ли это то, как она бы хотела сохранить свою фертильность. Хотя тоже, как вариант, почему нет. С такой женщиной мы будем детально разговаривать о том, что, может быть, стоит всё-таки реализовать репродуктивную функцию раньше. Или, может быть, стоит морозить не клетки, да, а морозить уже эмбрионы. Здесь в зависимости от того, есть у неё партнёр, нет у неё партнёра, как она относится к использованию донорского мужского материала. Всё очень вариабельно. Поэтому самостоятельно думать о том, когда мне правильно провести эту программу, не стоит. Потому что оценить все вот эти переменные, которые могут быть в жизни у женщины, самостоятельно, не имея какого-то профильного образования и опыта работы в этой сфере, практически невозможно. Часто приходят пациентки от гинекологов, и она могла наблюдаться у одного и того же гинеколога 8-10 лет, и говорит, ну как так? Ну доктор мне говорил, что у меня всё нормально, что я сама смогу забеременеть. И действительно гинекологически у женщины всё нормально, она может сама забеременеть, только вот её яйцеклетки уже, к сожалению, нам этого не позволяют. Так и вот, после консультации, соответственно, могут и должны быть назначены определённые обследования. Обследования могут быть либо для того, чтобы сориентироваться по тактике, либо чётко те, которые регламентированы в соответствии с нашими информативно-кровевыми документами. То есть те обследования, которые необходимы до проведения процедуры. По результатам обследования мы обычно всё-таки встречаемся повторно, либо связываемся с помощью онлайна, либо связываемся с помощью каких-то мессенджеров, в зависимости от того, какая была договорённость с врачом изначально. И уже окончательно принимаем решение и метим план, сколько нам нужно стимуляции. Одна, две, три. Мы понимаем, что это большая финансовая нагрузка. Мы не говорим о том, что нужно делать стимуляции три цикла подряд, если, например, резерв сниженный. Но мы обговариваем, в какой период нам всё-таки лучше эти программы провести, для того, чтобы это не было каким-то мнимым благополучием, для того, чтобы это были эффективные в будущем программы. Следующим этапом идёт старт и проведение программы. И, собственно, последний – это предаваться своим дальнейшим планам и не оглядываться на возраст в паспорте, потому что, к сожалению, только возраст в паспорте нашим яйцеклеткам и важен. Если мы будем говорить о том, что нам важно в консультации, то самый первый, самый важный блок – это тщательный сбор анамнеза, потому что и семейный анамнез, и какие-то перенесённые заболевания по типу туберкулеза, какие-то перенесённые оперативные лечения, возраст менопаузы матери – это все вещи, которые могут нас сориентировать в дальнейшей тактике. И тщательный сбор анамнеза будет проводиться как онлайн, так и очно. При очной встрече мы имеем возможность провести в зерданах малого таза и здесь мы не всегда привязываемся к дню менструального цикла, а точнее практически никогда, потому что антральные фолипулы в том или ином количестве мы в любом случае видим в яичниках. У нас не будет никакой радикальной разницы между пятым днём и двадцать пятым днём. Если у нас сниженный резерв, он будет сниженным, если у нас шикарный резерв, он будет шикарным. Поэтому мы можем проводить ультразвуковой мониторинг и, соответственно, первичную консультацию в любой день менструального цикла. Если мы встречаемся онлайн без возможности осмотреть пациентку самостоятельно, то будет хорошо, если она сможет предоставить нам какие-то вспомогательные методы для оценки её авариального резерва, для того, чтобы построить стратегию. Это уровень антимлюрового гормона, это уровень ФСГ вместе с эстрадиолом, потому что мы знаем, что если у нас есть какие-то функциональные образования, которые продуцируют эстрадиол, то ФСГ может быть искусственно заниженным. И мы тогда можем обмануть себя и подумать, что у нас всё намного лучше, чем есть на самом деле. И если проводилось ультразвуковое исследование в ближайшем прошлом, то представить синаграммы, именно снимки ищиков, чтобы посмотреть, какие там фолликулы, то тоже было бы очень хорошо, потому что то, как врачи УЗИ описывают фолликулы, не равно тому, какие фолликулы важны для репродуктолога. Доктор УЗИ может написать, что там до 10 фолликулов, но это будут миллиметровые фолликулы, которые совершенно никак нам в работе не помогут. Поэтому очень часто у пациенток недопонимание, почему врач УЗИ сказал одно, вы говорите другое, как так, когда делись фолликулы. Они никуда не делись, просто они слишком маленькие для того, чтобы мы могли с ними что угодно сделать. И если мы с вами пойдём дальше, то, собственно, мы должны начать программу. Начинаем программу мы так же, как стандартный ЭКО. С первого этапа, с этапом стимуляции. Классически мы начинаем стимуляцию в первые дни цикла, но бывают различные ситуации, когда вам нужно уехать, когда вам нужно провести её сейчас и никогда более, когда вы приехали из другой страны и уже улетаете завтра, вам нужно вот сейчас всё провести. Или если у нас, например, в Минский резерв, то мы можем повторные стимуляции проводить в одном и том же цикле. То есть можем работать по-разному, в зависимости от того, какой у нас запрос. Классика в начале первой фазы. Если торопимся, то это рендом старт, любой день менструального цикла. Это стимуляция во вторую фазу менструального цикла. И она может быть предпочтительнее у женщин с клоном к риску гиперстимуляции, потому что тогда стимуляция будет проходить мягче. Может быть предложена процедура IVM, но у неё достаточно большие ограничения в плане отложенного материнства, потому что клетки, получаемые незрелыми и доращиваемые в лаборатории, они достаточно хрупкие для таких с ними манипуляций. Ну и если касаться именно количества яйцеклеток необходимого, то есть это всё, что мы до этого говорили, это всё относилось именно к зрелым яйцеклеткам. У них есть определённые стадии развития. Мы не будем углубляться. Достаточно сложные такие профильные вопросы. Ну, грубо говоря, это стадия M2 или стадия метафазы 2, когда эта яйцеклетка, грубо говоря, она готова уже к оплодотворению. То есть мы учитываем именно количество вот этих яйцеклеток. О чём говорит сейчас Анастасия Дмитриевна, то есть программа IVM, это как раз-таки относится к отсутствию гормональной стимуляции и незрелым яйцеклеткам. Здесь, конечно, совсем другие цифры. Если мы говорим про эффективность, и вот достижение, допустим, той же самой, рождения одного ребёнка с вероятностью не менее 70%, то там будет, конечно, не 10, не 20 клеток, а там значительно и больше. Возможно, это 60 и больше. То есть это совсем другая программа, просто для информации вы должны... Да, да, что такое есть, программа полной фертильности, например, когда у нас запрещена стимуляция. Если есть какой-то, в принципе, соматический анамнез по сопутствующим заболеваниям, когда стимуляция запрещена, мы тогда можем предложить вот это Invitro Maturation, но это не значит, что это какой-то уникальный классный метод для стимуляции. Нет, но это тот метод, который мы можем предложить при определённых клинических условиях, и классно, что он у нас есть как инструмент. Стимуляция заключается в том, что мы используем гонадотропины. Это препараты, которые запускают рост фолликулов, заставляют фолликулы расти не один, как обычно, в естественном цикле, а все, которые доступны нам на УЗИ репродуктологу, не врачам у чрезвычайной диагностики. И когда фолликулы растут, нам нужно, чтобы мы их максимально ровно вырастили, да, и собрали из них максимальное количество зрелых вот этих М2 клеток. Для этого используются препараты для блокировки собственной овуляции. Это могут быть антагонисты, гонадотропин, релизин, гормоны, прогестины, антиэстрогены. Всё обсуждается с вашим доктором, он скажет, почему, что и как, зачем, и нужен ли вообще этот препарат. Например, при стимуляции в вторую фазу можно не использовать никакие препараты для блокировки овуляции. И в конечном итоге, чтобы клетки были созревшие к моменту второго этапа пункции фолликулов, нужно использовать триггер, да, это финальный такой уколчик, который мы всегда обозначаем, в какое время, да, в который час необходимо его поставить, потому что это время привязано ко времени пункции. На самом деле вот эти вот три группы препаратов, которые активно используются в стимуляции и при ЭКО, и при отложенном материнстве, они будут тождественными. Перейдём к этому вопросу чуть попозже, я вернусь. Да, то есть идёт стимуляция, и как только мы вырастили достаточное количество фолликулов, как только мы поставили тригер швенального созревания, мы должны пойти на пункцию фолликулов. Пункция – это второй этап, он достаточно важный, и он самый инвазивный из всех этапов ЭКО, которые есть. Он приводится под наркозом. Наркоз обычно внутривенный, он не требует какого-то дополнительного, дополнительных вспомогательных методов. Женщина дышит самостоятельно, никакие трубки никуда ей не ставят, живот ей никто не разрезает. Она просто находится в глубоком сне, и наркоз даётся с целью обезболивания, чтобы не было никаких неприятных ощущений во время процедуры. Наркоз на конце иглы, как только мы перестаём проводить процедуру, заканчивается действие препарата, женщина переводится в палат, она уже в сознании. Если у нас речь идёт о женщинах со сниженным реальным резервом, то мы, в принципе, можем проводить пункцию без наркоза, мы это практикуем в нашей клинике тоже. Пунктируете без наркоза? Да, конечно. То есть у нас... Это всё индивидуально обсуждается, а тут больше всё зависит от пациентки. То есть если пациентка готова, если у неё достаточно высокий болевой паров, потому что есть пациенты, которые, в принципе, сами по себе тревожны, категорически против. Да, и беспокойнее вот это всё не видеть и поспать. Да, да. И многие очень любят наш наркоз. Ну, да. Очень лёгкий. У нас нет никаких миорелаксантов, поэтому нет никаких таких тяжёлых подходников, да? Вот, поэтому... Ну, в целом, это максимально бесполезная процедура. Если мы говорим про пункцию одного-двух фолликулов, то проще забрать так, потому что иголочки очень тоненькие. Ну, это всё, правильно Анастасия Дмитриевна сказала, обсуждается индивидуально. И хорошо, что есть разные опции, и это здорово, что у нас как бы богатый арсенал. Да, да. И если мы перейдём, да, к вопросу, который всё-таки волнует всех наших пациентов... ...с самым задаваемым вопросом. Да, да. И от доноров, и кандидатов в доноры, и от пациенток, либо которых проходит лечение, либо которые планируют программу отложенного материнства, что всё-таки у нас с онкологическими заболеваниями, да? В СМИ это очень всё поднято, всё это транслируется, ввиду тем более последних событий из Уроднюк, да? Вторая волна пошла, которая порождает эти вопросы. И это нормально, что вы это спрашиваете, потому что, да, действительно тревожиться, переживать это нормально, и нормально, если мы вам объясняем, как всё это происходит, как это всё исследуется. И если посмотреть на правую половину экрана, да, где похожий запрос, это то, что у Гугла спрашивают, да? Как всё-таки ЭКО влияет, можно ли заболеть от него раком, и влияет ли ЭКО на рак мозга? Ну, если мы говорим про рак мозга, то нет, не влияет, потому что, так я ультимативно ответила, да, не поверят мне сейчас, в нашем, нет, не влияет. Почему? Потому что всё, что связано с деторождением, оно обусловлено работой гормонов, да? Гормонам должны быть рецепторы. В мозгу рецепторы к этим гормонам, которые используются, нет. Ну, это мои слова, да? Но на самом деле учёные с момента появления вот этого самого метода лечения в виде ЭКО проводят постоянное обследование, исследование потомства женщин на предмет того, не порождаем ли мы новые заболевания своим вот таким лечением. И пока что ни в одном исследовании не подтвердилась какая-то связь онкологических заболеваний и ЭКО. И если мы будем говорить о том, какие препараты используются для стимуляции, да, то это фолликулостимулирующий гормон. И вы не знаете, но я вам расскажу, что до полового созревания и в постменопаузе уровни вот этого фолликулостимулирующего гормона, они очень высокие. Они находятся на таких супрафизиологических единицах, которые мы своими препаратами обеспечить не можем, к сожалению. И женщины живут в этом состоянии десятки лет, и далеко не каждая из них встречается с каким-то онкологическим процессом. И второй гормон, которого обычно боятся, это гормон эстрадигол, который вырабатывается растущими фолликулами, он может влиять как раз-таки на молочную железу, на эндометрий, на свертываемость крови. Но если мы будем говорить о том, где женщина в течение жизни может встречаться с этим гормоном, то это в течение беременности. Беременность, доношенная беременность 37-40 недель. 40 недель – это 10 месяцев. То есть 10 месяцев женщина будет находиться под вот такими высокими дозами эстрадиола, и наш организм к этому адаптирован. Но, тем не менее, беременность в любом случае является нагрузкой на женский организм. Во время беременности манифестируют многие заболевания. И это не связано с тем, что беременность произошла в результате ЭКО или вне результата ЭКО. Тем более, что сейчас мы отходим от свежих переносов, становится очень мало. В основном это кривые протоколы, часто это кривые протоколы в естественных циклах. То есть какие-то связи проследить всё меньше и меньше можно, потому что, если раньше можно было привязать ЭКО, а не в плоде, то сейчас мы ЭКО, этапы со стимуляцией в один временной период проводим, перенос в другой временной период, и, собственно, уже видим тогда, что связи с ЭКО как таковым нет, а вот связь с беременностью либо связь с бесплодием, она есть у каких-то заболеваний, не говорю про онкологию. И, если я вас всё ещё не убедила, я допускаю, что такое может быть, я вам представила самые, наверное, большие исследования, которые были по поводу онкологических заболеваний, связанных с ЭКО. Ни в одном из этих исследований не подтвердилась связь, не подтвердилось повышение рисков. Собственно, можете себе заскринить, сфотографировать, найти, перечитать, прочитать, потому что они все фуллтекстовые, доступные, в общем доступе есть. Поэтому, пожалуйста, если есть желание самостоятельно ознакомиться и не верите мне на слово, то вход вперёд. Гугл-переводчик тем, кто не знает, в принципе, в абстрактах там конклюжн достаточно адекватно переводится и можно понять, что нестатистически значимых каких-то вещей, которые могут повлиять на развитие онкологического заболевания. Ну и продолжая разговор о заморозке цикле, хотелось бы немножко рассказать про технологию, потому что пациенты всегда тоже как бы мифы и так далее бывают, спрашивают, а вот она будет заморожена, а будет она потом такая же хорошая, как плодо, то есть если бы она была свежей. Как замораживают яйцеклетки? Яйцеклетки замораживают в эмбриологической лаборатории, для этого существует специальное оборудование и существует специальная технология, то есть их две, медленная заморозка и мгновенная, быстро называется витрификацией. То есть это те технологии, которые существуют. На сегодняшний день самой современной является именно технология мгновенной заморозки, которая позволяет нам сохранить биологические свойства яйцеклетки максимально, максимально в том виде, в котором они существуют, то есть избежать каких-либо возможных повреждений. Как же это происходит? То есть витрификация – это сверхбыстрая заморозка, когда используются специальные криопротекторы, то есть это специальные составы, среды, которые замещают воду, из которой состоит наш организм, состоит на 90% из воды, и наши клетки также. Яйцеклетка – это самая большая клетка в организме, и вот она как раз-таки очень чувствительна к различным стрессам. Вот эти криопротекторы позволяют нам, чтобы не образовывались свободные кристаллы, которые могут повреждать биологические ткани. Яйцеклетки помещаются затем в специальные контейнеры, называются «криотопы», похожи на соломинки, они обязательно маркируются, то есть весь биологический материал пациентов, он маркируется, у нас непосредственно в клинике у нас еще есть специальная система защиты, равитнос, которая дополнительно создает защиту, то есть все это, каждый биоматериал пациента, он чипируется и позволяет еще больше контролировать это, то есть исключать человеческий фактор. Дальше все яйцеклетки, они помещаются в специальный резервнуюар, называется «Дюар», с жидким азотом, температура минус 196 градусов, там они могут храниться, на сегодняшний день нет четких данных, сколько долго они могут храниться, мы берем этот промежуток 5-10 лет, потому как, в принципе, условно реализацию репродуктивной функции женщина планирует примерно в этот промежуток. Уже есть данные, по-моему, по яйцеклеткам, это 14-15 лет пронеслись, яйцеклетки, их разморозили, и абсолютно хорошая по качеству яйцеклетка оплодотворилась, получилась прекрасная бастоцистка, имплантировалась, родился здоровый ребенок. По эмбриону, по-моему, порядка 27 лет, это, по-моему, как раз в прошлом году американцы оплодковали, что идет ребенок, который старше своих родителей. То есть на сегодня технологии это постоянно совершенствуется и будет развиваться дальше. Пока, то есть на вопрос о том, сколько их можно хранить, мы берем 10-летний промежуток, то есть это, наверное, тот период, за который как раз таки стоит реализовать свой репродуктивный потенциал. Как влиять реконсервации на яйцеклетки? Множество сейчас исследований уже относительно витрификации. Это не так давно появилась технология, с 2012 года она активно стала использоваться. Ну, конечно, все началось в Америке и дальше уже распространилось по миру. Какие же показатели выживаемости яйцеклеток сейчас существуют? То есть это порядка 85-90% это очень высокие показатели. То есть раньше та технология, которая использовалась до этого, медленная криоконсервация, она позволяла сохранять не более 50-60% яйцеклеток. То есть был высокий процент потерь, то есть жизнеспособность все-таки терялась. Здесь же мы практически сохраняем до 90% яйцеклеток и оплодотворяющая способность сохраняется тоже на очень высоком уровне там 88-90%. То есть это максимально щадящая технология, которая позволяет нам сохранить наш репродуктивный материал в том виде практически в котором он есть молодой, здоровый. Влияет ли криоконсервация на здоровье детей? Это наверное один из самых часто задаваемых вопросов, который беспокоит все, в принципе, все, что связано с ЭКО, со здоровьем детей. И очень хорошее исследование, действительно качественное, было проведено. В 21-м году опубликовали его в шуфнале ЭШИ. Здесь сравнивалось здоровье детей, которым было уже два года, то есть все дети были рождены с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, с использованием именно замороженных яйцеклеток в сравнении с свежими яйцеклетками. Абсолютно никакой разницы в физическом развитии, это и масса тела, физическое развитие, веса, моторика, психосоматика, абсолютно не было никаких различий. Другие метаанализы, которые удалось мне найти, также ни одно исследование не подтвердило на сегодняшний день какого-то негативного влияния именно к реаконсервации яйцеклеток на показатели здоровья детей. Впрочем, как и существующие работы о здоровье детей после ЭКО и естественного зачатия. Также в принципе нет никакого негативного влияния, поэтому все больше связано именно с перинатальными исходами, а это к сожалению связано не с процессом зачатия, а с тем, что есть у нас допустим исходящие данные какие-то бесплодия, соматические заболевания, которые есть, которые могут прогрессировать во время беременности и как раз таки отражаться на здоровье ребенка уже в перинатальный период. Продолжаю эту стадию. Спасибо. Если мы говорим про витрификацию, это очень классный метод, потому что с использованием этих криопротекторов и вымещением воды у нас не обрастаются кристаллы, которые могут повредить мембрану, соответственно, мембрана не повреждена цит, и он готов, способен к дальнейшей работе после своей разморозки, если разморозится. Если мы будем говорить о людях, которых вы знаете, которые прибегли к процедуре криоконсервации цитов, то левый столбец у нас это российские звезды, и правый столбец это международные в общем-то знаменитости. Кого-то вы знаете, кого-то не знаете, я на самом деле далеко не всех знаю, но сеть интернет мне вот в общем-то такое рассказала, и я все это вместе собрала. Если мы будем говорить о каких-то более конкретных ситуациях, то, например, в 22-м году Дженнифер Энстон в своем интервью журналу Allure сказала, что она бы все отдала, если бы кто-нибудь сказал ей в юности заморозить свои яйцеклетки, сделать себе одолжение, но в молодости мы об этом просто не думаем. У звезды сложилась прекрасная карьера, и она на самом деле долгое время пыталась с помощью достигнуть беременности, но к успеху так и не пришла и решила все-таки на этом поставить крест, потому что для нее это достаточно такая болезненная больная тема, и в итоге она отказалась с идеей материнства, потому что не имела на это возможности, и на самом деле многие женщины приходят к такому решению отказаться от вот этого своего запроса, и, наверное, это не совсем правильно, если у нас уже есть технологии, которые позволяют им сохранить эту возможность, то женщины должны быть своевременно информированы о том, что такая технология есть, и если мы будем говорить все-таки не о том, что за рубежом, а о том, что у нас, то дочь основателя хора турецкого, да, она уже имеет детей, но с планированием очередного ребенка возникли сложности, и им пришлось прибегнуть к процедуре ЭКО, и, несмотря на старший женский возраст, в результате ЭКО случилась у нее беременность ребенком с синдромом Дауна, и эту беременность была рекомендована прерывать по медицинским показаниям, очень большому осуждению поддалось ее решение и в ее окружении, и, в принципе, в массах людей, вот, но на самом деле сейчас мы знаем, что чем моложе яйцеклетки, тем ниже риск генетических мутаций эмбрионов, чем старше яйцеклетки, тем больше показаний у нас генетического тестирования эмбриона, то есть попробовать получить генетически здоровый эмбрион в старшем репродуктивном возрасте, это то, что нужно сделать, генетика нам поможет выбрать тот самый эмбрион, который даст беременность, который завершится рождением здорового малыша, да, а не просто тестом положительным, хорошим хэгэчэ, скринингом и дальнейшим прерыванием медицинским показаниям, поэтому, если одинокие женщины в старшем репродуктивном возрасте со сниженным резервом планируют программу в такое сохранение фертильности, то, разморозятся, не все яйцеклетки оплодотворятся, не всех оплодотворенных получатся эмбрионы, это нормально, это естественный отбор, на каждом этапе это случается, что с кривой, что со свежими клетками, но вот эти полученные эмбрионы ещё и не все будут генетически здоровы, и если мы говорим про женщин старшего репродуктивного возраста, то, наверное, стоит им... Всё-таки у нас временной аспект там будет важный, то есть важно не только нам получить беременность, да, выносить, решили там чтобы за несколько лет разморозить, получить здоровый эмбрион, то, возможно, стоит рассмотреть и заморозку эмбриона. Ну, это всё индивидуально? Индивидуально, да, обсуждается, есть партнёр, нет партнёра, согласны на донора, не согласны на донора, и вообще, ну, как эта идея, что эффективнее, и что большей долей вероятности женщину приведёт в её точку В, то есть где у неё точка А и какая цель, да, и какую точку В она придёт, потому что заморозить себе 4 клетки на ближайшие 5 лет, чтобы потом получить, допустим, атомогенетически нездорового эмбриона, ну, наверное, это какая-то ложная, ложная благополучие такое, которое может в голове сложиться у женщины, если делать это всё как надо, это должно быть нормально, да? Да. Вот, и, собственно, стоимость, стоимость в разных странах да, просто международным опытом нам расскажут. разговоры по серебрити, да, то есть всегда интересно, кто ещё делал это, насколько это развито вообще. Да, про Россию мы, к сожалению, пока грустим, потому что не так это всё освещается в медиа, где-то даже в медицинском сообществе тоже, это, наверное, только наши узкие другие продуктологов об этом говорят. Да, пытаемся работать более тесно с теми же хирургами, онкологами, да, чтобы хоть как-то, что у них как раз-таки весь пул тех пациентов, которым показано это всё по медицинским показаниям. Вот, про social freezing, к сожалению, у нас это пока не так обсуждаемо. Вот, говоря о других странах, да, действительно, особенно в Штатах, это всё вот в Азии, Сингапур, Израиль, Великобритания, Греция, сейчас уже достаточно развитые программы, то есть, именно social freezing, то есть, не по медицинским показаниям, это развивается, об этом знают пациенты, их информируют, даже не гинекологи, то есть, на каких-то обычных приёмах им могут доносить эту информацию. Примерную стоимость можно видеть на слайде, то есть, да, это не дёшево, это, наверное, это тоже один из сдерживающих факторов, что не все могут себе позволить. К сожалению, эти программы в большинстве стран не покрываются медицинскими страховками, да, то есть, это в основном люди могут делать за свой счёт. В Сингапуре, расскажу чуть подробнее позже, там есть государственная программа, там относительно страховки и покрытия, это уже там есть свои нюансы. В Штатах, в Штатах, да, тоже страховок, к сожалению, не покрывает, стоимость достаточно высокая, может доходить до 20 тысяч, то есть, всё варьирует изначально, то есть, такие вот разбросы цен связаны больше с медикаментами, с количеством препаратов, которые потребуются, так как изначально авариальный резерв, о чём мы говорили раньше, он у всех разный, и для того, чтобы получить оптимальное количество клеток для заморозки, требуется разное количество препаратов, соответственно, стоимость лечения может вырасти. особенности законодательного регулирования и вот креоконсервации именно по небесецким показаниям, social freezing, вот говоря про Европу, достаточно близко знакомо с законодательством этих стран, особенно вот Австрия, Германия, очень ограничительно законодательные в принципе относительно репродуктивных технологий, если говорить про развитие, в России сейчас намного-намного всё развито лучше, именно в силу того, что нормативный правоэкто нам позволяют больше. В Австрии в принципе запрещено всё по немедицинским показаниям, то есть заморозить из клетки можно только если есть какой-то диагноз, либо это онкология, либо какое-то тяжёлое иммунное заболевание, генетика, что-то, что требует лечения с использованием вспомогательных репродуктивных технологий в будущем и так далее. У них есть классный проект FertiProtect, в принципе на всю Европу распределяется, это именно связано с онкофертильностью и там как раз-таки застраховка покрывает, но для этого должен быть диагноз именно онкология, тогда в принципе нет особо возрастных увеличений, как раз-таки вот эта методика заморозки циклеток, либо ткани яичника, она будет реализована за счёт помощи государства. Говоря о social freezing в Германии, там есть возрастной ценз, 25-40 лет, делать можно неограниченное количество раз, то есть за свой счёт, то есть страховка не покрывается. В Израиле тут 31-41 год нам разрешают это делать и использовать мы яйцеклетки можем только до 54 лет. Вот они прям ограничивают возраст, прописывают, в России у нас не прописан возраст. Есть у них ограничения, то есть можно делать не более четырёх циклов таких с сохранением именно яйцеклеток и не более 20 ацитов в принципе можно хранить. В Нидерландах до 40 лет использовать можем до 50 лет и нет тоже никаких ограничений, но страхов к сожалению не покрывается. В Штатах наверное, ну Штаты в принципе у нас они это передовые технологии, всё у нас оттуда в большей степени идут, на них ориентируемся, много клиник. впервые впервые именно там появились такие корпоративные программы это тех корпорации Apple, Facebook, Google, Intel, LinkedIn, Netflix и много-много ещё других. Они в принципе у себя то есть начали реализовывать именно то есть программы для своих сотрудников. то есть это было и на этапе HR то есть привлечение к себе каких-то особо интересных сотрудниц женского пола то есть они дают им возможность реализовывать свой потенциал именно в карьере давая возможность сохранить какие-то свои семейные планы репродукцию репродуктивные планы на будущее. Вот здесь вот статья интересная приведена это именно отношения в принципе молодых специалистов студентов покончивших потому что есть такая возможность насколько на них влияет допустим возможность заморозить свои циклетки если есть финансовая поддержка со стороны работодателя и почти 96 респондентов процентов они сказали что да это здорово что это есть и возможно они как раз таки задумываются о том чтобы заморозить эти клетки на будущее если будет поддержка со стороны работодателя государство к сожалению сейчас в штатах тоже это все не реализуют в рамках каких-то страховых выплат и так далее то есть только по-моему это милитари то есть какие-то связанные с военной службой то есть у них это есть и на сегодняшний день уже практически каждая пятая компания она готова также финансировать своим сотрудницам подобные программы то есть родоначальниками были вот эти техкорпорации сегодня уже достаточно много таких фирм и практически не знаю насколько развито это в России какие-то крупные типа Сбербанка и так далее сможет им предложить да на самом деле это очень интересно потому что я не нашла в России никого кто это предлагал потому что в открытом доступе у нас практически очень ограниченное количество информации и какой-то потому что у нас есть такие огромные Нурникель Новотек Сберт спокойно мне кажется могли бы немножко про Сингапур просто очень интересно в принципе Айзия она сейчас немножко развивается так темпами на них тоже ориентируемся смотрим и в плане технологии и всего и у них действительно сейчас именно в силу того что идет старение населения и уровень рождаемости падает государство начинает задумываться и вот конкретно в Сингапуре в принципе с 23 года вот уже подняли они возрастной ценз то есть было от 21 до 35 лет разрешено оморозить эти клетки сейчас уже подняли до 37 лет но есть нюансы нюансы что женщина их может использовать только приступ к ним в брак то есть в той ситуации как в России у нас женщина одинокая может использовать донорский материал сперму донора и в принципе реализовать свои репродуктивные функции здесь государство такое не позволяет подобные программы сохранения фертильности сейчас активно также развиваются в Японии Южной Корее Малайзии Индонезии Тайване то есть у них прям очень похожая тоже система частично финансируется со стороны государства то есть какие-то государственные страховые полисы могут частично покрывать лечение что тоже наверное неплохо и дает возможность женщинам все-таки это сделать потому как ценник действительно высокий наверное в России это наиболее доступно на сегодняшний уровень сейчас задавая мои вопросы я думаю что мы на большинство из них уже ответили но мы пробежимся сколько стоит отложенное материнство ну в зависимости от страны где вы делаете в России дешевле чем в остальных странах мы наверное так скажем первый этап порядка 100 тысяч в нашей клинике я думаю что в остальных клиниках это сопоставимо вот и примерно такая сумма можно заморозить 45 ну заморозить то можно технически нужно ли насколько это эффективно и с финансовой точки зрения то есть тут конечный результат чего мы хотим если мы хотим максимально быстро получить беременность наверное надо думать в каком-то другом ключе да да если мы хотим заморозить яйцеклетки просто ради заморозки яйцеклеток то ну конечно можно если мы хотим из этих яйцеклеток потом получить ребенка то он наверное не стоит можно изобретать естественным путем после заморозки конечно можно и после ЭКО можно никто вам не запрещает и никак это не влияет на вашу ферсильность хорошо если вы не вернете с замороженными яйцеклетками, потому что самостоятельно справились. Это будет отлично. В каком возрасте лучше замораживать? Ну, определились, да? По поводу естественного путём, тоже буквально готовились к эфиру, нашла очень интересные статьи, работы были, но они были достаточно ранние, то есть, наверное, 15-16 год в Америке, как раз-таки там, где это всё начиналось и реализовывалось, описывалось вообще процент женщин, которые возвращаются и реализуют всё-таки свой потенциал, репродуктивность с клетками. И вот тогда это было где-то порядка 10-15%. То есть, все остальные, либо они закрывают этот вопрос, да, то есть, они не хотят в итоге понимать, что это не... Либо наступает беременность в целом, да, в принципе, не прибегают к яйцеклеткам, но лучше иметь всё-таки резерв, запас, так сказать, на будущее, чем не лить. Однозначно. В каком возрасте лучше замораживать? Определились, что максимум 37-38, оптимально 30-35. До 30 вообще шикарно. Я в своём запредграмме тоже попросила подписчиков поделиться, что их интересует. И, собственно, вопрос те же самые, да, до какого возраста актуально, как долго могут храниться, портится ли качество клеток, и смогу ли я сама забеременеть после программы, да, то есть об этом мы поговорили. Сейчас, наверное, время ответить на вопросы, да, потому что в чате вопросы появлялись. Давайте, наверное, начнём. А мы можем прокрутить наверх? Так, да, можем прокрутить. Хорошо. Ага, ага. И выше-выше. Так, это вот транспорция, здесь всё хорошо. А у вас здесь про плодотворение с возрастом? Почему не все яйцеклетки с возрастом оплодотворяются? А не все яйцеклетки оплодотворяются не только с возрастом. Не все яйцеклетки оплодотворяются при любом возрасте, потому что там это естественный отбор такой. Да, то есть не все яйцеклетки за верх. В примерах, этот процесс, он, в принципе, зависит не только от женского организма, но, к сожалению, там в оплодотворении участвует ещё и мужской. Да? Да, там ситуации бывают разные, ответить однозначно нельзя. То есть когда мы анализируем конкретную ситуацию, допустим, мы и возраст анализируем, и какие-то нюансы и так далее. То есть поэтому то, что такое возможно, да, это возможно и в естественной беременности тоже. И не все клетки могут подходить для оплодотворения, и не все подходящие могут оплодотвориться по тем или иным причинам. Поэтому возраст, не только возраст, возраст как дополнительный фактор. Думаю, что приходить нужно в первый день. Прекрасно, если приходите в первый день, но на первичную консультацию точно можно в любой день. Для старта протокола, в зависимости от исходных данных пациентки. То есть все-таки с некоторыми мы предпочитаем работать по классике без всяких экспериментов, потому что это будет результативнее. Да. Особенно я часто говорю, вы лучше приходите в любой день, чем вы будете ждать, откладывать. И это все отложится еще в неопределенное время. Потому что, к сожалению, к нам приходят часто позже, чем хотелось бы. Да. И на самом деле, если вы придете, например, с желанием во вторую фазу простимулироваться, а мы будем видеть, что вам лучше сделать это в первую, то это мы можем назначить предритмом, да, как подготовку к стимуляции. Это тоже может положительно сказаться на конечном этапе. Поэтому, пожалуйста, приходите в любой день. Побочные эффекты от гормональной стимуляции. Ну, те, которые могут отмечаться, они все-таки обычно обратимы, да. Из того, что чаще всего отмечают женщины, это транзиторный набор веса. Объясню, почему транзиторный. Потому что это обычно все-таки задержка жидкости на фоне проводимой стимуляции. С ближайшим началом цикла, да, с ближайшей менструации все это уходит. Если мы говорим о какой-то патологической прибавке веса, что после ЭКО не могу похудеть, ну, ЭКО – это очень все-таки эмоционально большая нагрузка, и здесь стрессовые факторы в виде... С психосоматикой тоже имеют рост. Да, да, и психосоматика, и стрессовое заедание, оно все есть. Поэтому нет, ЭКО это не делает, мы делаем это с собой сами, но, да, ЭКО это психоэмоционально сложная ситуация. Вот есть вопрос. Планирую ГОООО Хочу заморозить в циклетке в 39 лет с сниженным резервом АНГ 086 заморозить планирую несколько раз. Я понимаю, наверное, вопрос, стоит ли и вообще эффективность. И вопрос ли. И вопрос ли. Ну, если интересно непосредственно наше мнение, то, наверное, да, 39 это поздно, но тут нужно смотреть индивидуально вашу ситуацию. Лучше заморозить либо яйцеклетки, либо там обсудить возможность заморозки эмбрионов в этом возрасте, чем вы придете в 42. То есть, тогда шансы будут намного-намного хуже, чем в 39 лет. Поэтому заморозить яйцеклетки в 39 лет возможно. Ну, тут нужно в любом случае индивидуально рассматривать ситуацию и смотреть, как будет лучше для вас. Да, да, я тоже думаю, что я бы не отказала никогда в 39 лет заморозке клеток. И если вариант заморозки эмбрионов не применим категорически, то, конечно, мы бы морозили клетки, потому что после 40 получать клетки хорошие намного сложнее, чем пусть даже в 39. Да, тут каждые полгода год для нас в этом репродуктивном периоде они могут быть критичными. Собран пакет документов. Ну, давайте, чтобы у вас хорошо все получилось. Несколько раз правильный настрой. Удачи вам. Хорошо. Обязательно. Пусть все получится. Через УМС? Не слышала про УМС отложенное материнство. Программа отложенного материнства. по крайней мере, не знаю, может быть, законодатели это все будут услышать. Но, насколько мне, я понимаю, что сейчас, в принципе, и с квотами-то. Да. Я думаю, как раз-таки social freezing вот это все вряд ли будет пока в ближайшее время покрываться. Какое количество яйцеклеток при разовом протоколе считается хорошим? Таким, чтобы можно было остановиться. Около 20 выходит. Там ведь после забора часть отсеивается. Да, смотрите, во-первых, какое количество считается хорошим? Нет такого, какое считается хорошим. Вот сколько у вас есть, мы вот это все максимально постараемся взять. Вот это и будет хорошим, если у нас из доступного получилось взять максимум. Да, если возвращаться к тем цифрам, которые мы озвучивали, то есть оптимальные цифры, то это как раз-таки оптимальные цифры зрелых ацитов. То есть правильно сказано, что часть отсеивается. То есть во время пункции, допустим, мы получили 20 клеток, но из них зрелых возможно, будет только там 15. Соответственно, вот эти 15 это и то, что у нас есть. И тут, конечно, уже от фактора возраста зависит, в какой возрастной группе. Там мы понимаем, стоит ли нам, допустим, повторить программу, чтобы еще что-то как бы было. Еще хотелось отметить, что, да, действительно, отсеивается часть яиц клеток, потому что она может быть незрелыми, но незрелые они тоже могут быть по-разному. И в нашей клинике в настоящее время морозят клетки, в том числе М1, да, то есть мы говорим, М2, это готовая зрелая яиц клетка, которая может делать все, то клетка М1, она вот чуть-чуть еще не М2. но с помощью специальных средств в лаборатории есть возможность их дорастить, поэтому, если как бы это обсуждается, то мы можем так же... Да, то есть мы можем их морозить, но мы все равно не будем их считать так же, как М2. То есть те цифры, про которые мы говорили, это все-таки для зрелых клеток, с которыми мы точно знаем, что сможем потом работать. М1, это, ну, как перспективный такой, как стратегическая идея инвестиционная. стратегический запах. Да, 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 да. Вот, потому что пока нет больших данных об использовании замороженных-размороженных М1, но мы это пробуем внедрить, посмотрим, чем это будет через какое-то количество лет. Ну, этим и вспомогает нерепродуктивная технология, наверное, наше направление, которое развивается с мемидными шагами, то есть каждый месяц появляются какие-то новые данные, и вполне возможно, там через буквально полгода появятся суперсреды, которые позволят нам вообще эти же клетки использовать еще более эффективно. Если заморозить, 30 в 39. Классно. Это супер. Классно, да. Должно, должно получиться. Должно получиться. В естественном цикле, ну, в естественном цикле так и называется. Естественно, цикл также можно и с банкингом яйцеклеток мы можем без стимуляции собирать, да, то есть просто здесь потребуется для того, чтобы, допустим, какое-то оптимальное количество собрать не один цикл, а соответственно их намного-намного больше, то есть, потому что нормальный, физиологично, в естественном цикле созревает один фолликул. Да, и не всегда мы можем этот фолликул вовремя забрать, да, если это естественный цикл. Ну, это долго и дорого, да, но если мы не можем использовать стимуляцию или она будет неэффективной, то мы можем работать в естественном цикле. То есть индивидуально как бы лучше хотя бы в естественном цикле что-то получить, чем не получить, вообще ничего, поэтому как бы если кроме естественного цикла альтернатив никаких нет и не рассматривается, конечно, можно в естественном цикле собирать. Была на консультации, когда-то сказали, что можно приходить со всеми анализами как раз в первый день, но тут тяжеловато записаться, чтобы понять, как что. Ну, смотрите, не обязательно приходить в первый день, можно приходить с первого по пятый, да, давайте вот так, с первого, второй, пятый оптимально для старта, если в первую фазу, если все-таки вас ориентировали на начало цикла. Тяжеловато заранее записаться, ну, если уже были, то для повторных пациентов у нас, мне кажется, почти всегда можно найти время или можно дополнительно связаться с врачом, поэтому... Есть также заочные консультации, да, по телефону, чтобы выбрать, когда все-таки быть на прием. Да, есть вопросы какие-то дополнительно просто позвонить, то есть в рабочее время мы всегда отвечаем и можем как бы сориентировать, когда лучше подойти. Анализ какой можно дать? Ну, это, наверное, то, что мы как раз обсуждали, там есть была табличка про возраст и АМГ. Вот это АМГ, это, наверное, самый основной анализ, который нам покажет. Антимейру гормон, да. Хотя в последнее время, не замечали, что в последнее время у нас часто приходит хорошее АМГ, а с ультразвуковой картиной не бьется совсем? в лаборатории. Не к одной, что проще. Да, в последнее время, как-то вот в последние месяцы видишь шикарное АМГ, а фолликулов не совсем в АМГ, поэтому тут в совокупности. Но АМГ, да, как самый стартовый такой анализ, да, может быть. При первом ЭКО, ну, к сожалению, если бы у нас вероятность наступления беременности была 100%, было бы все проще, но такого нет даже при естественной беременности, да, мы вот видели, в принципе, да, шансы естественной беременности, они не более 25% на цикл. В ЭКО чуть больше за счет того, что мы используем, как сказать, несколько физиологичных циклов, да, то есть мы используем максимальное количество клеток, соответственно, эмбрионов, но при этом тоже пока не достигли этого показателя 100%, поэтому беременность может не наступать, причины, ну, разбираться нужно, это обязательно, но просто нужно двигаться дальше, с каждой попыткой вероятность наступления беременности, она будет повышаться. Да, на самом деле, когда мы говорим про первое ЭКО, у пациентов и врачей есть небольшое, как сказать, подмена понятий, да, потому что, когда доктор говорит про первое ЭКО, он имеет в виду первую стимуляцию и все последующие переносы, да, чтобы определить, что вот это неудачно. Когда женщина говорит про свое первое ЭКО, обычно она все-таки говорит про свой первый перенос, потому что у нас этих переносов много, да, мы их делаем ежедневно, у женщины переносы случаются не так часто, и, конечно, для нее это очень тревожно и трагично, когда все-таки заканчивается эта неудачей, поэтому тут нужно понимать, что мы имеем в виду под первым ЭКО и все-таки анализировать именно протокол вот от начала и до конца с учетом данных обоих партнеров. Ситуации всегда индивидуальны, нужно разбираться комплексно, поэтому самое главное, что не нужно отчаиваться, выход есть всегда и ваша долгожденная беременность обязательно наступит. Так, у нас вопросы пожалуй, пожалуй, видимо, видимо все, тогда, наверное, мы будем будем прощаться, да, с нашей контакты. Да, на слайде по QR-кодам вы можете пройти либо на страницу клиники с информацией о нас, либо пересединиться к телеграм-каналам, которые мы ведем как раз-таки для пациентов в качестве информационного такого мероприятия. Да, продемонстрировать это письмо. пришло. Да, письмо пришло и, соответственно, представители нашей клиники свяжутся с вами через некоторое время. Пожалуйста, проверяйте почту. Всем спасибо за участие и будьте здоровы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!